Итак, разработка методологического подхода к реодеструкции патологически измененной ткани щитовидной железы с использованием процессов контрабьюемого охлаждения и нагрева. В данной презентации нам хотелось бы показать, может быть, больше подход, чем акцентировать это все именно на том органе, на котором мы производили манипуляции. Итак, в данное время метод к реодеструкции широко применяется, вам это известно лучше, чем мне, при операциях печени, кости и простаты. При к реодеструкции щитовидной железы в данный момент менее используется, практически, можно сказать, нет, но уже появляются работы о том, что это может быть очень перспективно, особенно учитывая хороший косметический эффект при чрезкожной к реодеструкции под контролем эгоскопической техники. И в данном случае мы показываем такой опыт о оперативном вмешательстве к реодеструкции на щитовидной железе в модельном эксперименте. Известно, что механический фактор повреждения клеток при замораживании от альни является основным. При этом на этапе охлаждения происходит формирование кристаллов льда, за счет, собственно, чего и происходит, механическое повреждение клеток в ткани. При этом общепринято, что режим замораживания должен быть быстрым, как говорилось сегодня неоднократно, производится несколько раз, и целевые температуры должны быть достигнуты до минус 40-50 градусов. Но при этом режиму отогрева меньше внимания уделяется, хотя это тоже очень важно, потому что на этапе нагрева за счет процесса рекристаллизации и перестройки кристаллов, они укрупняются при этом, то повреждение, реодеструкция ткани может быть более выражена, и при этом температура является основным режимным параметром, которым можно усилить рекристаллизационные процессы и, следовательно, повысить криодеструкцию. Общепринято медленный отогрев, то есть конвекционный, или применяется для ускорения оперативного вмешательства подачи на криоаппликатор или на термоаппликатор тепла. Но в данном случае хотелось бы подчеркнуть контролируемость как изменение или фиксацию температуры на термоаппликаторе и при этом контактность ткани. То есть здесь, возможно, два преимущества. Первое – это то, что контролируемая температура термоаппликатора позволяет увеличить повторяемость результата. И контактность, соответственно, позволяет таким же образом улучшить рекристаллизационные процессы и, опять-таки, увеличить эффективность. При этом к факторам, ограничивающим зону крио-воздействия, относится теплообмен тканей за счет взаимодействия тканей с окружающей средой. И, естественно, наверное, вы лучше меня это знаете, что патологически измененная ткань отличается по теплопроводности и теплоемкости от нормальной. Поэтому процессы моделирования необходимо проводить для получения надежных расчетных данных, для достижения необходимой температуры, замораживания и проведения триодеструкции патологически измененной ткани. В данном случае вы видите изменение ткани щитовидной железы при диффузной гиперплазии. Слева – это нормальная ткань с полипулярной структурой и коллоидом, которым наполнены полипулы. И видите гиперплазированную ткань щитовидной железы, где фактически отсутствует коллоид и видны только разрастания полипулярного эпителия. Итак, целью этой данной части работы была разработка режимов при адеструкции с использованием контролируемых параметров замораживания и оттаивания на модели дипозной гиперплазии щитовидной железы, которые вызывали введением тиреостатика, пропилкиурацила. Для моделирования использовали раствор в питьевой воде, крыс кормили сухим кормом для стимуляции того, чтобы они пили раствор с пропилкиурацилом. И вы видите, как изменялась через 90 суток, увеличивалась железа. Номер один – это интактная, номер два – это после введения пропилкиурацила, возрастание было массы ткани в 4-6 раз. И далее проводили криодеструкцию вот такой вот патологически измененной ткани щитовидной железы. Здесь вы видите наш криоаппликатор, он, наконечник у него полтора миллиметра был, и объем охлаждаемой части был достаточный для совершения и достижения целевых температур. Контроль процессов охлаждения нагрева осуществляли с помощью метком стандартного термопар, а нагрев осуществляли двумя способами. Первый – это конвекционный нагрев, при котором ткань самопроизвольно отогревается от теплообмена с окружающей средой. И контролируемый контактный нагрев, при котором к месту гревовоздействия прикладывали медный термоаппликатор с диаметром наконечника в два раза превышающим криоаппликатор и нагревали его до температуры 40, 50 или 60 градусов. Криодеструкцию проводили, как вы видите, в хирургическом доступе. Видно здесь справа формирование зоны промораживания, айсбол. И через 21 день после криодеструкции животных выводили из эксперимента и наблюдали, приготовили гистологические срезы и изучали ткань и криодеструкцию в ткани. При записи процесса охлаждения мы получаем обычно вот такие вот репрезентативные термограммы. Вы видите типичную термограмму охлаждения в наших условиях, которая проходит, где участок Т0, Т1 соответствует температуре, которая не меняется вследствие взаимной компенсации холодового крио-воздействия и удельной теплоты кристаллообразования, при которой выделяется тепло при кристаллообразовании. Длина этого участка при одинаковых условиях охлаждения в значительной степени зависит от теплофизических характеристик образца и особенностей ее гистологической структуры. Я продемонстрирую это на следующем слайде. Участок Т1, Т2 – это охлаждение более глубоких слоев ткани, достаточное количество холода, поступающего от крио-аппликатора, обеспечивает дальнейшую кристаллизацию. И здесь она выглядит как плато Т2, Т3. И при недостаточном количестве происходит медленное охлаждение ткани без кристаллообразования. Это более бледная, серого цвета кривая. При изучении и сравнительной оценке замораживания криодеструкции тканей щитовидной железы интактной или с гиперплазией индуцированной пропилки урацилом мы замечаем статистически значимое увеличение интервала Т0-Т1 в образцах с диффузной гиперплазией, что свидетельствует о различных теплофизических характеристиках интактной и патологически измененной ткани щитовидной железы. Вы видите на термограмме, что отличие интервала Т0-Т1 приблизительно в два раза изменяется. То есть для достижения целевых температур на ткани с диффузной гиперплазией нужно практически в два раза больше времени. При изучении в гиперплазическом мы видим обычно такую картину. Если был конвекционный отогрев при нашем термоаппликаторе, в наших условиях, обычно мы видим зону фиброза, которая формируется уже после 20-х суток. Здесь она показана стрелкой с лима, и эта зона фиброза носит конусовидный, вы видите характер, но при применении контролированного контактного нагрева с термоаппликатором, который был в два раза больше, чем креоаппликатор, вы видите изменение зоны фиброза, то есть она у нас уже не конусовидная, а более овальная, вот тут введен, вы видите. И достаточно, естественно, визуально это видно шире. При количественном анализе, я сейчас расскажу, как делать количественный анализ и покажу результаты этого. Итак, считается, что зона деструкции ткани после замораживания превышает зону аппликации, то есть первая зона формируется при промораживании, и промораживание – это шире зона, это чем диаметр аппликатора. Вторая зона – это зона охлаждения, в которой существуют субнулевые температуры. И третья – это зона гипотермии, в которой температура не падает ниже нуля. Однако повреждения путем разных механизмов происходят в этих всех трех зонах. Таким образом, мы решили изучать таким же образом по трем зонам наши гистологические препараты. При этом железа прорезалась полностью с определенным интервалом. Я имею в виду, гистологически прорезалась. И исследовалось количество срезов, в которых есть следы деструкции, или это полностью, или меньше. И также исследовалась площадь фиброза на каждом срезе. Справа вы видите график процентного количества срезов, в которых были найдены следы деструкции от небольших до большой площади. Вы видите, что при конвенционном нагреве, это первый график, первый столбик, такие срезы занимают приблизительно до 60% в железе, тогда как при контактном контролируемом нагреве мы видим от 80% до 90%. При этом температура термоаппликатора не имеет достоверных отличий. И при изучении площади дефекта мы видим, опять-таки, голубой столбик, это слева диаграммка. Вы видите, при конвенционном нагреве площадь первой, второй, третьей зоны меньше, чем площади первой, второй, третьей зоны при всех вариантах нагрева контролируемого и контактного. Таким образом, мы видим, что, ну, первый вывод тут очевиден, ну, и хотелось бы остановиться больше на том, что контролированный контактный нагрев приводит к более выраженным деструктивным процессам по сравнению с конвенционным нагревом. Ну, в общем-то, это все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...